Доброе утро, уважаемые слушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем сегодня тему «Приватизация жилья». В гостях у меня Иван Грачев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «Справедливая Россия» и доктор экономических наук. Иван, доброе утро. Доброе утро. Собственно, приватизация жилья, естественно, и не просто так мы обсуждаем эту тему. Приватизация должна была закончиться 1 марта 2013 года. Именно та самая бесплатная передача жилья в собственность граждан. Если мы говорим именно о приватизации жилья. Но нам известно, что 19 числа Государственная Дума сразу в трех чтениях приняла закон, который делает этот срок, продлевает его еще на 2 года. А вот скажите, Иван, почему? Уже же не первый раз. Я думаю, что для начала еще раз зафиксировать тем, кто вот сейчас в очередях мучается, что почти, наверное, там с вероятностью 99,9 президент подпишет до 1 марта продления сроков приватизации именно на 2 года. Ну а почему? Потому что достаточно много было обиженных граждан. То есть тех, кто стоял в очередях, тех, кто, допустим, не получил квартиру среди ветеранов. Такие ведь тоже остались. Государственную квартиру. Хотя им обещали, что все закроют еще в прошлом году. Но вот есть еще люди там, я думаю, их реально 1050, для которых это не закрыто. Есть люди, которые судятся, допустим, и скорее всего даже выиграют суды и получат право на приватизацию. Но на самом деле никакого реализации бы не было, если бы это закончилось. Конечно, хотелось бы, чтобы он был длинный и дифференцированный закон. Потому что, ну, например, ко мне обращаются не только граждане. Вот я подписал этот закон, потому что граждане, есть поток заявлений от граждан о том, что они, ну, окажутся обиженными. Соответственно, я подписываю такой закон. Но одновременно обращаются и люди из власти муниципальной, из бизнеса, которые говорят, что лучше бы, конечно, приватизацию это прописать дифференцированно. Ну, грубо говоря, кому продлить? То есть тем же ветеранам, допустим, да, если возможно, или тем, кто имеет судебные процессы. Да, те, кто из детдомов, ветераны, ну и так далее. Весь перечень, ну, тех, кто реально мог оказаться обиженным, а не абстрактно, как бы, для всех продлять. Ну, поскольку я профессионально все-таки занимаюсь, прежде всего, энергетикой, как председатель комитета по энергетике, несколькими проблемами, то до поры до времени ждешь, что вот другие профессионалы возьмут, сядут и пропишут этот детальный дифференцированный закон. Но когда выясняется, что все, сроки подходят, а этого закона нет, то вот депутаты вынуждены были внести такие поправки. А дальше их, в принципе, поддержал президент, а дальше руководители фракции после высказывания президента решили, что они более скромные варианты, не на более длинные сроки, а вот на два года. И за это время определиться, будем ли мы какие-то отдельные вещи дальше продлять или все, закроем вопросы. А я напомню нашим слушателям телефон студии 6510996, код Москвы 495. Также можно написать ваши вопросы или поделиться какой-то информацией, какой-то ситуацией вашей, написать на сайте финам.фм, на страничку программы «Формула права». Иван, давайте нашим слушателям тогда более четко скажем, что на сегодняшний момент. То есть на дату 19-го числа у нас есть в трех чтениях прошедший закон, который для всех абсолютно без какой-либо дифференциации прошел три чтения. Просто продляет, да. И он уже, насколько я понимаю, точно пришел в Совет Федерации. Не помню, вчера был проголосован или нет, но максимум он будет сегодня проголосован. То есть у нас остался Совет Федерации и президент, который уже высказался. Потому что он свое мнение высказал. И, соответственно, вот такой вариант пройдет без всякой дифференциации, просто еще на два года. Ну вот смотрите, я немножко с другой стороны, хотя тоже, в общем, связана с гражданами, которые приходят и задают вопрос. Мне, в частности, юридически. А с приватизацией, ну, самый главный вопрос в принципе, приватизировать или нет. И очень многие люди, они этот вопрос откладывают на потом. Ну, вроде как, еще же идет приватизация. Мы потом решим этот вопрос. Потом. Потом срок начинает заканчиваться в какой-то момент. И большое количество людей бегут, пытаются впрыгнуть вот в этот последний вагон, бегут в те же органы БТИ, проходят всю эту процедуру, собирают документы, создают в результате очередь. Вот сейчас продлена приватизация у нас. Я думаю, что точно такой же вопрос. И все равно будут те же самые люди, которые в конце срока в 2015 году, уже в том же феврале 2015 года, точно так же совершенно решат принять для себя, наконец, это решение. Приватизировать что-то или не приватизировать. Я думаю, что вот ситуация такого рода не дифференцирована. Она бесконечна. Потому что кто-то получает, хотя сейчас, конечно, меньше, но тем не менее, получает жилье по договору социального найма. Возникают, кроме вопросов старых, то есть тех квартир, которые давно людям были предоставлены, возникают и новые вопросы. Это не только ветеранов касается. Вот как вы считаете, будет ли впоследствии, вот ваше мнение, будет ли впоследствии какая-то действительно дифференциация, которая не будет, возможно, ограничена сроками, а вот для основной массы людей все-таки будет поставлена некая черта и объявлено, что ну вот вы все-таки определитесь. Приватизируете? Хорошо, но вот до этого срока. Не приватизируете? Ну, значит, вы останетесь проживать по договору социального найма. Тут очень сложно и по-людски, и по-государственному с этим вопросом. То есть надо откровенно говорить, что этот вопрос очень сложный. Ну, например, в обычных странах, и это касается и такой приватизации промышленной, и приватизации жилья, редко бывает более 50% жилья в частной собственности. А у нас сколько? Есть такая норма? А у нас приватизировано примерно 80%, там точную цифру я не помню, но порядка 80%. Вообще говоря, это дальше во что развивается? Что, в принципе, ну две трети граждан, они в полном объеме принципу собственности обязывать соответствовать не могут, потому что там же дальше начинают рассказывать, да, ну не только налоги, а говорят, что весь капитальный ремонт мы на вас там перевесим и так далее. С чем, кстати сказать, я не согласен, и в первом законе о приватизации жилья говорила, что один раз государство обязательно капитальный ремонт сделает, свои обязательства выполнит. Ну, тем не менее, это означает, что там исторически все равно Россия будет потихоньку двигаться к тому, чтобы было половину на половину примерно, половину жилья было приватизированного, половину было, ну в той или иной форме, в разных формах найма. Но, соответственно, дальше людей отчасти обманывают, им начинают рассказывать, что вот, а если вы не приватизируете, ну, грубо говоря, приватизируете налоги будут большие, а не приватизируете, оставите в социальном найме, налоги, ну, может быть, будут маленькие. Это тоже, как правило, неправда, потому что дальше, если разбираешься вот с теми 50 процентами, которые не приватизированы, то в большинстве стран они не в социальном найме. Социальные наймы это процентов 5-10, то есть, в зависимости от богатства страны. Это особо какие-то незащищенные в данный момент, да? Да, остальные они, оказывается, например, в том же Берлине взяли и продали в частные руки эти дома, те, которые вот не приватизировались в восточном Берлине, взяли, вот хозяин. А хозяин, он будет платить в полном объеме эти налоги, в полном объеме будет платить, ну, допустим, те же коммунальные платежи и себе прибыль. Ну, то есть, будет обычный коммерческий найм. Да, и окажется, что это еще и дороже, чем просто содержание приватизированного жилья, поэтому я, ну, как правило, советую, если там каких-то особенностей нет, все-таки приватизировать себе жилье, потому что, ну, это собственность, реально в стране люди больше ничего и не получили, кроме жилья, и, соответственно, если есть такая возможность, ну, приватизировать. Ну, дальше я считал, и такой закон сделал в первом приближении, он тоже незамечательный, что должна быть у людей, ну, которые попали вот в эту сложную ситуацию, в сложную категорию, это я от ипотеки шел, поскольку мой закон об ипотеке, он, ну, работает, но, тем не менее, там истории случаются, особенно в кризис, когда человек оказывается не в состоянии обслуживания. Что должна быть в России какая-то простая процедура, вот, перевода незащищенных по их личному желанию в режим социального найма. Вот кто точно оказался там в тяжелейшем положении, чтобы у него была возможность не вылететь из этой квартиры, а перевести ее в режим социального найма. Этот закон тоже как-то правительство, ну, сложно воспринимает. Вроде принципиально не отрицают, потому что вот первая базовая идея, что не может быть, ну, частное собственное жилье, там, 80% в стране, ее все понимают. Но тогда надо, как бы, хороший для людей механизм перевода части жилья в режим социального найма в любой, ну, как бы, удобный момент, но для человека, попавшего в беду. Вот тогда это будет такая замкнутая система, которая, ну, на самом деле позволит дальше дифференцированно прописать и систему приватизации жилья, и систему деприватизации, если придется. Ну, вот смотрите, у нас есть система, которая предоставляет жилые, система предоставления жилых помещений лицам, которые в этом нуждаются, да, их так и называют, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. А на момент действия приватизации что происходит? Им предоставляют по договору социального найма, допустим, и если они свое право приватизации не использовали, они, ну, или кто-то один хотя бы в семье ее не использовал, они эту квартиру, которая им предоставляется, тут же приватизируют, она тут же уходит из тех самых оставшихся пока что 20% неприватизированного жилья. И, соответственно, если люди перестали нуждаться, у них появился достаток, или если изменились обстоятельства, эту квартиру государство уже занять не может так или иначе. Она не может предоставить другому человеку, который в этот момент, там, в тяжелой жизненной ситуации находится, потому что эта квартира, по сути, уже не государственная. Мы продолжим эту тему. Напомню, что у меня в гостях Иван Грачев, и обсуждаем мы приватизацию жилья. Вы слышим новость. Итак, мы продолжаем обсуждать тему приватизации жилья. Телефон студии 651099,6, код Москва 495. Также можно написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формулы права». Ваши вопросы связаны с темой, которую мы сегодня обсуждаем, какие-то замечания, заметки, какую-либо историю, связанную именно с приватизацией жилых помещений. Напомню, что у меня в студии эксперт Иван Грачев, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия» и доктор экономических наук. А вот сейчас, пока мы слушали новости, я себе краткие заметки сделала, какие вопросы, на мой взгляд, субъективные, достаточно остро стоят по приватизации. Посмотрела сейчас на этот список, понимаю, что мы, по-моему, не успеем их обсудить, потому что вопросов достаточно много. Но начали мы с того, что 19-го числа, и я думаю, что, как вы сказали, 99,9, что этот закон будет, соответственно, принят в окончательной редакции уже и пройдет через Совет Федерации, будет подписан президентом, продлили общий срок приватизации до 1 марта 2015 года. И также мы обсудили, что никакой дифференциации нет. То есть любой человек, который не успел или не сделал, не захотел это сделать до 1 марта 2013 года, имеет, возможно, будет иметь, будем, если корректными, да, потому что он все-таки еще не вступил в свою законную силу. Но, тем не менее, с большой долей вероятности он это сделает, если это произойдет, будет иметь возможность приватизировать свое жилое помещение до 1 марта 2015 года. Вот такие вопросы, помимо того, что социального жилья, как вы сказали, в России очень малый процент, что отличает нас от многих других стран, вы озвучили такие цифры, 80% приватизированного жилья, это примерно округленная, я так понимаю, статистика, и около 20% это жилье неприватизированное. При этом у нас выдается, как уже говорили, неприватизированное жилье, социальное нами предоставляется, например, люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и после этого они, если у них такая возможность по закону имеется, приватизируют непосредственно это жилье. А вот вопрос у меня такой, очень многие люди оказались в либо, у нас закон говорит следующее, аварийные дома, общежития, дома закрытых военных городков и служебные помещения. Четыре категории, на мой взгляд, достаточно проблемные с точки зрения приватизации, потому что везде в этих категориях существуют люди, которых нет другого жилья и которые не пользовались своим правом приватизации. Вот как-то за эти два года, может быть, планируется вот эти краеугольные камни, ну, может быть, как-то разрешить. Ведь один был разрешен, когда внесли изменения и перестало требоваться согласие того члена семьи, который уже использовал свое право на приватизацию. Его хотя бы не надо было спрашивать или не надо было от него отказ получать, он мог заблокировать другим людям приватизацию в квартире. Сейчас этого не требуется по закону в связи с изменениями, которые были еще в 2012 году. А вот эта вот группа людей, аварийные дома, общежития, закрытые военные городки и служебные помещения. Ну, исходная позиция наша была и, в принципе, в нашей поправке все-таки срок был подлиннее. То есть мы полагали, что вот со всеми этими категориями так просто за два года разобраться не удастся. Ну, потому как все идет, потому как бывает. Хотя тем же военным было сказано, что все проблемы будут решены, по-моему, за год или за два, как раз говорилось, что вот для всех военных. Ну, можно верить, можно не верить. Мы, в принципе, конечно... Не совсем решены, точно знаю, просто по практике уже судебной, потому что я с этой точки зрения... Я к тому, что, как бы, заявления на эту тему были. Скорее всего, да, скорее всего, все равно проблемы останутся, потому что по тем же ветеранам все-таки не было закрыта проблема, несмотря на обещания. Хотя в значительной степени ее решили. Тут надо говорить вещи и правды. Дальше относительно служебного жилья. Вот до перерыва у нас был как раз вопрос, а как вот там и дальше будут строить муниципалитеты, а у них будут приватизировать и приватизировать. Это, на мой взгляд, неправильно, в принципе. Ну, если как в целом, за исключением отдельных, опять-таки, историй дифференцированных, это неправильно. Но тогда, соответственно, что-то типа служебного жилья или там неприватизированного жилья, неприватизируемого жилья социального найма, все равно надо вводить эту категорию. Если мы хотим, чтобы действительно строили муниципалитеты, чтобы вот этого жилья, ну, социального найма было больше, у них должен быть стимул, они должны понимать, что это вот фонд, который как бы улучшает, ну, для слабых и неимущих ситуацию с жильем. Соответственно, если такая категория будет, то все равно как-то там придется фиксировать, что нет, это вот неприватизируемое. Плохо ли, хорошо ли, но есть какой-то класс жилья, который неприватизируется. Может быть, оно будет называться там не служебное, а несколько иначе. И, на мой взгляд, это вот та часть дифференцированного, хорошего закона, которую надо делать. В части тех, кто аварийный и ветхий. Ветхий. Ну, по аварийным это совершенно очевидно, что им надо право на приватизацию сохранить, потому что было обещание, были обязательства государственные, что их всех переселят там, опять-таки, в обозримые сроки. А сколько споров судебных по этим переселениям? Без сомнения. Ну, там много чего плохого. Там, на самом деле, и объемы того, что им дают, они такие странноватые, потому что настолько мало им их дают, ну, грубо говоря, метр на метр, и иногда это выглядит настолько несправедливо и неправильно, что, конечно, признать, что так оно и нужно, ну, довольно трудно, общаясь с избирателями, общаясь реально с гражданами. В части такая еще очень болезненная тема общежития, то есть это или приравненные к общежитиям, там, такие дома, на самом деле многоквартирные дома, потому что там много, ну, нарушений исходного законодательства. Вот было при приватизации уже объектов больших, ну, грубо говоря, когда фирма какая-то забирала, обязательство, и оно в законе было прописано, чтобы передать, передать, да, их, ну, в муниципальное управление, в муниципальную собственность. Не всегда это было сделано. Иногда, как бы, в два хода, ну, как бы, приватизировали, немедленно все распродавали. И получалось, что вроде новый уже владелец этого общежития, он прямого отношения к старому закону не имеет, и вот он начинает там выселять всех этих граждан. Это такая история частная, частая и болезненная. На мой взгляд, конечно, вот эти вот права, прописанные государством в законе, они в той или иной форме должны быть сохранены, что эта категория граждан не может оказаться там совершенно обиженной. Но самая большая проблема заключается не только даже в том, какой закон и в какой форме он существует, а проблема заключается в том, что судебные решения, ведь очень часто людям больше выхода нет, просто нет вариантов никаким образом решить вопрос со своим единственным жильем, в том числе с теми же общежитиями, они идут в суд. И судебная практика, в целом складываясь вроде бы как в одном русле, ну при схожих обстоятельствах, да, в результате получается очень разной. И у человека даже нету, ну скажем так, уверенности, что если он пойдет в суд за защитой своих прав, то он получит там эту реальную защиту. Мне как юристу сложнее, потому что я начинаю смотреть каждый раз практику и вижу абсолютно разные решения, да, и на что мне, как мне консультировать человека, который, например, приходит ко мне задать вопрос. Или какое исковое заявление написать, ну утрированное, и вообще в принципе, что сказать клиенту, сказать, что я не знаю, как суд решит, вроде бы как вот так должно быть, но может быть и иначе. Ну странная, да, такая ситуация, и действительно в этой ситуации находятся люди, которые, вот кстати, действительно именно с общежитиями такой спор, не только с общежитиями, есть еще одна категория. Ну вот непосредственно в статье указаны закрытые военные городки и служебные помещения, а есть другая история, вот связанная в частности с имуществом Министерства обороны. Есть определенные нормативные акты, которые говорят о том, что жилые помещения подлежат передаче в муниципальной собственности этим нормативным актом достаточно много лет. Это они как бы рамочные такие, а внутри есть уже определенное распоряжение, которое касается адресно непосредственно всяких домов. И существует масса домов, когда, допустим, один корпус одного из вот таких служебных домов, бывших служебных Министерства обороны, он был передан, просто включен был в распоряжение. Второй не включен, они абсолютно идентичны, там живут люди, просто одним дали квартиру в первом, одним во втором, которые работали в одном и том же учреждении Министерства. То есть они изначально, они в равных условиях находятся, но из-за того, что есть нормативный акт в отношении одного из домов и нет в отношении другого, возникают большие сложности, опять же, в судах, с теми же вопросами заключения социального найма договора. И их очень сложно решить, опять же, потому что практика разная. Ну, вначале про практику по общежитиям. У депутатская практика тоже очень разная, то есть поскольку из разных городов ко мне обращались на эту тему, иногда это удавалось решить, иногда, ну, даже без судов, иногда и судами не удавалось решить. То есть она, откровенно, тоже очень разная практика. Иногда я просто руки опускал, не понимал, как дальше с этим бороться, тем более, что депутату, особенно сейчас, вмешательство в судебную систему начинает инкриминировать, когда он там обращается, ну, что ж вы там, вот тут практика такая, вот тут практика такая, и вы так судите. То есть есть, безусловно, проблемы. С имуществом военных, на мой взгляд, в целом огромная неразбериха, потому что часто мне показывали, допустим, разграбленные эти военные городки, взяли, ушли из военного городка, там, старинные здания, хорошее здание, добротные здания. Раз ушли, и он фактически разграблен. Потом начинают опять в чистом поле строить, ну, ничуть не в лучшем, с моей точки зрения, месте новые дома, где там, на самом деле, неработы точно так же нету. Поэтому мне кажется, что там надо как-то, ну, вот, там тысяч пять, по-моему, еще судьба решается, следующих военных городков. Соответственно, цифру точно опять не помню, но порядок величины примерно такой. Соответственно, там надо, на мой взгляд, ну, внимательнейшим образом разбираться. Может быть, иногда и не уходить из военных городков этих, а, наоборот, какую-то работу туда притащить, ближе к этому военному городку. То есть, на мой взгляд, там огромные сложности с имуществом Министерства обороны. И в земле, и в зданиях, и во всем. А как вы думаете, за два года реально хоть как-то, хоть частично их разрешить? Моя точка зрения, что надо с профессионалами садиться с разных сторон, с муниципальными, от бизнеса и от людей, и все-таки писать такую, ну, более длинную, дифференцированную ситуацию. И к ней добавлять закон о деприватизации, о том, ну, о переводе людей, попавших в тяжелые условия, в режим социального найма. Тогда это будет работа, которую там через полтора года можно предъявить и уже выйти. Через два года, что в принципе стоп. Но вот есть такие исключения, которые позволяют как бы дальше. Ну, например, те же аварийные дома. Ну, понятно, что слова словами, а там 100 миллионов квадратных метров их не построят для этих категорий через два года. Ну, мы же знаем, сколько строится, где и чего. Напомню нашим слушателям, телефон студии 6510-99, 6 Кот Москва-495. Мы сегодня обсуждаем с Иваном Грачевым, депутатом Государственной Думы и членом фракции «Справедливая Россия» вопрос приватизации жилья. У нас сейчас минуточка до новостей. Я вот говорила, что я себе тезисы какие-то написала. У меня тут их много получилось. Я к следующему перейду. Ну, такой анонс сделаю до новостей. То, что касается прав несовершеннолетних. И не только в том, как это выглядит сегодня по закону, но еще и в том, какое наследие, по сути, с 92-го года нам досталось. И, опять же, вопрос судебной практики здесь достаточно остро стоит. Ну, во-первых, нашим слушателям хочу напомнить, что с 14 до 18 лет несовершеннолетние самостоятельно обращаются и сами пишут заявление, если можно так сказать, что они сами это делают. Ну, естественно, согласие своих родителей, законных представителей, опекунов и попечителей, если к букве закона. А те несовершеннолетние, которым еще не исполнилось 14 лет, от их имени могут действовать родители. А что значит, от их имени могут действовать? Значит, что, по сути, они принимают решение, будет ли приватизация в этом жилом помещении и будет ли этот несовершеннолетний собственником. И в данной ситуации права несовершеннолетнего, с одной стороны, может быть, это правильно, с другой нет, но они в отношении будущей собственности полностью зависят от родителей. Вот этот вопрос обсудим. Итак, телефон студии 6510996, код Москва 495. Также на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права» можно ваш вопрос задать по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Приватизация жилья. Эксперт в студии Иван Грачев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «Справедливая Россия» и доктор экономических наук. И вот до выпуска новостей такой вопрос мне хотелось бы обсудить, связанный именно с правами несовершеннолетних. Что получается в результате? У нас масса таких дел было, особенно когда начиналась только приватизация, когда вообще нельзя было несовершеннолетних. На самых первых стадиях их нельзя было включить в приватизацию. Позднее они включались в судебном порядке. Так вот, часть детей, для того, чтобы в судебном порядке их включить, должен опять же кто-то из родителей обратиться. Если ребенок из родителей никто не обращался, ребенок взрослел, достигал 18 лет, когда он может сам в суд пойти или еще что-то, а сроки давности по оспариванию сделок уже проходили. То есть эта группа несовершеннолетних у нас в принципе выпала фактически из этой приватизации. И далеко не всегда у них есть второй шанс не потому, что им закон-то дает возможность такую, даже дважды. Один раз в несовершеннолетнем возрасте, один раз во взрослом. Но для этого должно быть жилье, которое надо приватизировать, оно не всегда бывает. Вот эти как-то вопросы планируются решать или это уже как есть, так есть, как решили родители? Вроде как у нас родители представляют интересы. Я думаю, что все равно, если родители не лишены прав родительских, то до этого момента навряд ли что-то лучшее придумаешь. Потому что когда пытались, я помню, что это обсуждалось, и у меня очень как-то сложное отношение было. Что давайте вот сразу поручим опекунам от муниципалитета, там есть, как называется, забыл, но опекуны, которые государством... Органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Что вот только они как бы будут решать... Приватизировать или нет все эти вопросы. Приватизировать или нет с точки зрения этого ребенка. Ну, когда на практике как бы начинаешь разбираться, и реальные люди-то все время объясняли, что ничего особенно хорошего от этого, как правило, не было. что в среднем родители лучше и все-таки серьезнее относятся к судьбе своего ребенка. Я просто сразу подумала, извините, секунду перебила, я просто сразу подумала, что если органам опеки и попечительства дать такие эксклюзивные права в отношении серьезного имущества, не обсуждая цену, оно в разных регионах разное на жилье. Много чего будет. Но оно важное, да, для каждого человека. Вот тут могли бы быть, конечно, наверное, всякие злоупотребления. Поэтому все-таки надо к семье как к семье подходить, и что в среднем все-таки родители о своих детях думают и заботятся. И они должны быть как бы инициаторами приватизации для этого человека. А дальше судьба в будущем, она же повсеместно такая. Вот записано в законе, что из детдома выходя, человек должен какую-то квартирку получить. Но по факту ему говорят, что вот очередь там, да, ты пришел, ты встал в очередь, и поскольку он не готовый к борьбе, ну, за свои права в том числе, как правило, это чрезвычайно трудно и неэффективно. Ну, попалось и в общежитие, там, хорошую работу дали, и бывает иногда так. Ну, тогда вот более-менее устроился. А так, чтобы получить квартиру, это все-таки редкое довольно. Больше декларация. Да, и, соответственно, мне кажется, что если мы вот сейчас произнесем, что этот человек тоже должен, даже если у него вот уже это исчезло, ну, предмет приватизации, то как-то ему предоставят такую возможность. Это будет примерно такая же история, как с ребятами из детдомов. Декларация будет, а реализация будет очень такая, сомнительная. Тут просто есть еще второй краеугольный камень. Я действительно задала этот вопрос, потому что даже не могу представить, можно ли эту проблему как-то решить или нельзя, потому что очень часто это имущество, которое было приватизировано, 92-й, 93-й, 94-й и так далее, оно уже продано. Много раз перепродано. Конечно, уже есть там другие собственники. Если мы сейчас в исходную точку, ну, выражусь таким, может быть, нерадийным языком, воткнем бывшего несовершеннолетнего как собственника, он начнет оспаривать все будущие сделки, это нарушит еще больше прав, чем защитит его лично права. Это вопрос безнадежный, да, потому что когда я делал закон о регистрации прав, там, ну, как бы, право, записанное в регистрационной книжке, оно должно быть, в принципе, неоспоримо, если там прямо неприступная запись. По-другому, на самом деле, эту историю все равно не решишь. Напомню, что мы с Иваном Грачевым обсуждаем сегодня тему приватизации жилья. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. У нас звонки есть в студии, вот знаю, Валерий ожидает выхода на линию. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. В связи с тем, что внесли поправки в жилищный кодекс, как действует статья 16 закон о приватизации, о том, что первый капремонт проводит бывший наимодатель, а на последующие собираются собственники? Ну, она не отменена по отношению к государству. Никто и нигде не говорил, что эта статья все по отношению к государству, его обязанности провести капитальный ремонт не действует. Я исхожу из этого и всегда настаиваю на том, что... И, кстати сказать, не только из законодательных соображений, но и из экономических, потому что я давным-давно посчитал, сколько стоит капитальный ремонт жилья в стране. То есть вот взял, получил цифру около 30 триллионов с сетями, поделил на людей и понял, что абсолютно невозможно, чтобы люди взяли, да и провели на свои деньги капитальный ремонт даже в течение 15 лет. Значит, соответственно, надо из бюджета, прежде всего федерального, который по существу один профицитен, решать этот вопрос. Как раз пять лет для этого прекрасных, если о выборах в Берлусконе говорить. Я уверен, что пять лет у страны есть в запасе хороших бюджетов профицитных, которые позволяют эту проблему решить, не уклоняясь от исполнения закона. Вот на самом деле не очень простая еще ситуация, связанная с тем, я просто специально еще даже открыла эту статью, потому что доверяй своей памяти, ну проверяй, всегда надо читать, чтобы не ошибиться. Дело в том, что речь идет о том, что это приватизация в домах, которые требуют капитального ремонта. По-хорошему, вот сегодня Иван говорил о том, что хотя бы один капитальный ремонт должен быть сделан за счет государства. А речь идет о том, что если вы приватизируете квартиру в доме, который не требует на сегодняшний день, может быть, завтра будет требовать, но сегодня не требует, то вот эта статья уже и как не действовала, так и не будет действовать. Просто, что касается вопроса нашего слушателя, те изменения, которые изменили, по сути, срок предельный, продлили до 1 марта 2015 года, они, в принципе, этой статьи-то не касались, если я правильно понимаю. Совершенно верно. Но она сама по себе непростая, потому что есть тут лазейка, да, доказать, что человек приватизировал и на момент приватизации не требовал дом капитального ремонта. Там вокруг этого идет непрерывная война, потому что ведь простая вещь, тогда деньги эти в бюджете должны быть заложены, потому что что обманывать? Либо они заложены в бюджете, и тогда выполняется закон, либо они не заложены в бюджете, и люди начинают там всякие басни и сказки рассказывать, почему это невозможно, почему там надо некие мешки с людей собирать. Это, кстати, тоже вот история в продолжении темы о том, что собственность обязываетность. Дальше, как бы, этот принцип, если абсолютизируют, то тогда вот они будут требовать, что надо отказаться от старых обязательств государства, что ты приватизировал, и будь добр, сам ремонтируй. И возврат к оценке, что на самом деле у людей денег нету, чтобы капитальный ремонт провести в среднем. У двух-третьих граждан денег на капитальный ремонт нету. И тогда это ветшание, на самом деле, жилья дальнейшее в стране. Что в этом хорошего, что в этом правильного, я предназначу. А если еще речь идет о больших домах, где нужно, где разные люди жил? Рушатся будут, вот уже рушатся же стены. Уже мы видим, раз-два, и там обрушилась стена у дома. А процедура расприватизации в такой ситуации? Вот на мой взгляд, ее надо тоже обстоятельно прописывать. Я, к сожалению, сам вот один взять сеть. Ну, я сейчас возглавляю комитет по энергетике. Для меня это, ну, несколько такая побочная ветвь. Соответственно, прописать сам не могу. Но на мой взгляд, профессионалы и от бизнеса, и от сообщества людей, и от муниципалитетов могли бы это сделать. И мы такой вот, ну, болванку закона, по сути, ее сделали. Как, там, тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, переходить в режим социального найма? Пока она вот нигде не идет. Мы пытаемся, там, с правительством эту тему говорить, с Айжиком, с Арижиком, с другими представителями правительства. Мне представляется, что вот за эти два года и этот закон надо прописать тщательным образом. Давайте выслушаем еще звонок. Напомню нашим слушателям 6510-99, 6 код Москвы, 495. Андрей, на линии, здравствуйте. День добрый. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, мы 27 лет уже на очереди стоим на получении жилья с матерью. Живем в общежитии. Сейчас нам как бы настаивают на то, чтобы мы приватизировали жилье в собственность. Как это на нашей очереди отразится? А кто настаивает, если не секрет? Ну, скажем так, в муниципальной власти, ну, скажем так, и комендант такая должна в общежитии присутствовать. Говорят, приватизируйте, получите хоть что-нибудь, а очередь, она сохраняется, говорят. Вот. Но у меня какие-то сомнения. Ну, я думаю, что это на самом деле в каждом городе по-разному решено. Это же не будет вот сохранение очереди. Федеральный центр, он вообще говоря, законодательно не фиксирует там, как устроена очередь в каждом городе, в каждом субъекте. И, соответственно, абстрактно сказать, что вот я вам советую приватизировать или нет, я не могу. Это надо абсолютно конкретную историю, конкретный город, конкретную историю посылать и смотреть. Тогда совет будет уже точный и правильный. Но из общих соображений вы, конечно, должны оценить, а какова вероятность, что эта очередь там дойдет до сроков окончания приватизации. А то может статься так, что вы и здесь не приватизируете, и очередь не дойдет. То есть не факт, что приватизация может снять нас с очереди, да? Как и, собственно, сохранить на ней. Это надо в конкретном городе смотреть правила постановки на очереди снятия. А как это называется такое, скажем так, законодательство? Да я думаю, что надо, если у вас дельный депутат толковый есть, который там либо в региональном парламенте, либо в парламенте Думы, написать ему совершенно конкретную историю, пусть попробует помочь вам. Спасибо, спасибо. Спасибо вам за звонок. Напомню еще раз, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. И у нас, Иван, еще звоночек. Есть Лидия на связи. Слушаем вас, Лидия. Добрый день. Хотелось бы спросить. На момент приватизации дома в 97 году дому было уже 26 лет, в том числе и лифтам. Сейчас, это в городе Рязани, сейчас собирают деньги на замену лифтов. Конкретно 90 рублей с квадратного метра. Но скажите, это законно? И как, если это собирают, как от этого уйти или все равно придется платить? Ну, по закону капитальный ремонт должно было государству дома, который там на момент приватизации 27 лет не ремонтировался. Значит, какие-то документы есть. Но по факту, по жизни, конечно, там опять скажут, что на капитальный ремонт очередь. И я думаю, что вряд ли удастся избежать сбора денег на эти лифты, на ремонт. Они, знаете, какой метод применили? Они взяли и отключили весь дом, лифты. Ну, подвижение... Ну, это уж точно незаконно. Это надо самим или через депутата в прокуратуру обращаться. Что там от того, что вы на ремонт не сдали деньги, отключили все лифты. Их могли отключить только если они аварийные, но они не могут все сразу стать аварийными в один день. Они могли, да, якобы техническое решение провести о том, что комиссия пришла и все аварийные. Но мне кажется, это крайне маловероятно. Надо прокуратуру взять и обратиться. Угрожают судом. Ну, смотрите, Лидия, я еще свой такой момент скажу, что не вдаваясь сейчас даже в капитальный ремонт, хочу сказать следующее. Почему собирают по 90 рублей, а не по 9 рублей или не по миллиону с квадратного метра? Если у вас есть собственники, должно быть какое-то решение, да, кто обслуживает ваш дом, какая форма управления домом у вас выбрана. Вот эти все моменты нужно сначала узнать, а потом уже говорить, насколько это законно. Потому что если у вас есть какая-либо даже неуправляющая компания, например, ТСЖ, и на собрании, общем собрании собственников в многоквартирном доме приняли решение такое, да, и оно легальное, это решение, и определили именно эту сумму 90 рублей, то в этой ситуации отключение, я полностью, Иван, поддерживаю, оно незаконное абсолютно, но сам факт, если такое решение правильное собственников состоялось, может быть, действительно вы должны оплачивать эту сумму, и, возможно, если обратятся в суд, с вас ее взыщут. Но вот в рамках эфира, конечно, все это невозможно оценить и узнать. Еще раз фиксируем вещь, что платить, скорее всего, придется, сколько мы не знаем, в части отключения это незаконно, и можно обращаться, в том числе, через прокуратуру. Выслушаем новости, вернемся уху. Итак, я напомню, 65 10 99 6 телефон студии, код Москва 495, на сайте также финам.фм, на страничке программы «Формулы права» можно задать ваш вопрос или поделиться вашим мнением относительно темы программы. Сегодня обсуждаем приватизацию, как я уже говорила, жилья. Иван Грачев сегодня эксперт, находится в студии депутата Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «Справедливая Россия» и доктор экономических наук. Я уже говорила, что у меня списочек тут есть, у нас есть еще пункты, которые мы не обсудили. А на самом деле это не просто списочек, я так шутливо, конечно, говорю, а по большому счету это те вопросы, которые тоже от людей, которые обращаются ко мне за правовой помощью, они задают определенные вопросы. И некоторые, я, например, не в состоянии решить, по крайней мере, вот так вот, мягко говоря, в лоб, сказать человеку, идите в суд, у вас все будет хорошо. Один из таких вопросов сейчас озвучу. Вот у нас закон о приватизации, он говорит в следующем, буквально в второй статье, что граждане имеют право на приватизацию согласие всех, они могут приватизировать жилое помещение, бесплатно получить его в собственность, согласие всех, имеющих право на приватизацию совершеннолетних проживающих, естественно. И у нас нередко возникают ситуации, когда люди, квартир не имеет статуса коммунального жилья, но там проживают, по сути, уже чужие люди. Так или иначе, сейчас нельзя квартиру сделать коммунальной, нельзя изменить договор социального найма, на комнату ее заключить, можно только порядок пользования определить максимум. И, соответственно, они все дружно, либо они все дружно приватизируют эту квартиру, либо они все дружно не приватизируют, другого варианта нет. Получается следующее, иногда даже из каких-то конфликтных в семье отношений, один такой человек говорит, а я не буду приватизировать. И, с одной стороны, не отказывается от своего права, а с другой стороны, не участвует в приватизации. Он может быть один, а может в квартире еще 10 человек находятся, или 5. И всем этим людям, которые желали бы приватизировать квартиру, он, по сути, блокирует возможность это право реализовать. Вот, Иван, этот вопрос как-то вообще поднимался, обсуждался? Я думаю, что здесь практика-то неоднозначная, потому что у меня бывают и совсем другие истории, когда человек развелся и свою дольку как раз приватизировал, сумел. Независимо от того, что остальные начинают продавать, допустим, неким оргпреступным группировкам, условно говоря, которые быстро создают абсолютно невыносимые условия. То есть, эта история достаточно часто случается. Это значит, по крайней мере, суды трактуют закон здесь неоднозначно, по-разному. И, на самом деле, я думаю, что с точки зрения депутата даже не очевидно, какое решение единственное. Кстати сказать, у меня так и по коммуналкам было, когда там Павел Коршенинников, депутат Коршенинников, настаивал на том, что надо абсолютно свободно дать возможность свою долю выделять и приватизировать. Мне казалось, что это создается огромное количество проблем по жизни. Поэтому встать однозначно на сторону, что надо взять любому, не спрашивая согласия остальных, кому угодно дать приватизировать, я не могу. Я думаю, что надо, на самом деле, дать право приватизировать. Но с оговоркой, что все-таки, которая тоже сложная, что в первую очередь покупателями будут, ну, по ограниченным, кстати сказать, ценам, вот те, кто проживает вместе с тобой. Ну, это логично, потому что если бы они были собственниками, они бы имели по гражданскому кодексу стандартно вот это преимущественное право, да, как со-собственники. А если они не приватизировали, остались как бы иметь свою неприватизированную долю, да, а другой член семьи приватизировал, у них вроде бы как... Ну, чуть сложнее надо прописать, надо все-таки возможность приватизировать дать человеку, который, ну, например, развелся действительно. Но в то же время более жестко прописать вот то, что те, кто с ним рядом живут, они не просто там право первой ночи, как юристы говорят, имеют. Но он же может абсолютно неприемлемые условия выдать. То есть как его обходят обычно? Дарением, откровенно говоря, да? Ну, по-разному, да, дарением или абсолютно, да, какие-то неприемлемые условия выставляют. Или то, что стоят сто рублей за миллион. Якобы там очень дорого, да, предлагают, то есть там варианты есть. Но вот здесь чуть-чуть надо все-таки пожестче эту историю прописывать. Иван, у нас еще звонки, причем не один, давайте послушаем. Про большую приватизацию ничего не хотят у нас спросить, да? Только про жилье. Давайте узнаем, про что хотят спросить. Давайте вот Нелли у нас на линии. Нелли, слушай. Здравствуйте. Кратенько только. У меня такой вопрос. Мы очередники стоим 8 лет. У нас очередь как бы льготная. Но когда объявили, что приватизация будет уже окончательная, все инстанции, отдел приватизации, БТИ, нам говорили, что льготники, то есть все будут уже исключены из приватизации. Приватизация будет платной. А теперь отменили приватизацию, то есть ее перенесли на 2 года. И теперь мы узнали, что оказывается льготники и в то время имели право как бы задержать приватизацию. И теперь мы заплатили за технический паспорт, ну немаленькие деньги на данном случае. И что нам теперь делать? Надо попытаться за 2 года получить квартиру и приватизировать ее. Я так думаю. А мы технический паспорт заказали этой старой квартиры. Вот нам как бы по правилам юридически можно вернуть заплаченную сумму, так как паспорт нам в данном случае не имеет решения. Я думаю, что навряд ли. Да, уже БТИ нам такую обратную стадию не вернет. А все анистанцы давали... Они выполнили работу, они будут доказывать в суде, что вот по действующему законодательству они выполнили работу, а то, что там депутаты вовремя не сделали изменения, это... Ну, оказывается, было старое правило, что даже льготники, которые стоят на очереди, им бы продлевалось вот каким-то... Было такое подзаконное что-то явление? Знаете, насколько я слышала... Я даже не понимаю. Я думаю, что сейчас Иван меня поправит, но мне кажется, что Нелли немножко путает. Просто дело в том, что было... В Государственной Думе находился не один проект, а несколько проектов. Да, много разных. В том числе, часть из них предусматривала именно то, о чем мы в начале программы говорили, дифференцированное продление не всем, а определенным группам. Да-да-да, правильно. Может быть, Нелли, вы слышали именно об одном из таких проектов, который, тем не менее, не был принят. Но сегодня картина мира такая. Вот вчера у вас все заканчивалось независимо, не успели по очереди получать квартиру. Все заканчивалось. Теперь президент подпишет, и у вас будет еще два года на решение этого вопроса. Нелли, спасибо. У нас еще несколько звоночков. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Давайте попробуем их выслушать. А дальше надо требовать от депутатов, чтобы они все-таки дифференцированно прописали ситуацию для таких вот годных категорий граждан. Ну вот сейчас выслушаем еще один звонок, Наталья. Но до этого как раз хотела сказать, что на самом деле, мне кажется, что в этом именно жесткая необходимость будет в любом случае, потому что, да, продление на два года всеобщее, скажем, без дифференциации какой-либо приватизации, оно даст людям возможность за эти два года решить определенные проблемы, особенно, в том числе, точнее, судебные, например, вопросы, потому что далеко не всегда их люди успевали решить вот в нужный срок, чтобы приватизировать много исков различных об обязаниях заключения договора социального найма, без которого не приватизировать жилье. Эти люди решат эти вопросы, но часть вопросов возникнут, во-первых, вновь, будут новые, а часть вопросов не успеют решиться, и я думаю, что, конечно, обязательно к этому вопросу придется вернуться. Без сомнения. Важен же принцип, ну, как вот во многих странах цивилизованных, как говорится, поступает, что старые права не отнимаются у людей. И на самом деле вот следование этому принципу, оно все равно приведет к тому, что надо аккуратно прописать для тех, у кого там старые права, чтобы они сохранили эти старые права. Ну, кто сам виноват, что он за столько лет, за 20 лет приватизации не пошел? Ну, это уже отдельная история. Сам виноват. А кто вот в таких условиях оказался? Вынужденных, да, абсолютно вынужденных, которые не мог решить. Ну, ему обещали, допустим, по законам и по правилам, но не сделали. Давайте звоночек еще выслушаем. Иван, Наталья у нас на связи. Здравствуйте. Добрый день. Кратенько только, Наталья. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот я с 96-го года стою на очереди. Я живу, проживаю сыном в коммунальной квартире. Она у нас муниципальная, естественно, в соцснаем. Но смысла приватизировать ее нет. Это однозначно. Потому что стоим на очереди и все ждем и ждем. А вот если мы получим потом, можно приватизировать будет квартиру или нет? В течение двух лет, да, можно будет приватизировать. Ну, в течение вот этих двух лет, которые вот сейчас дали, до 16-го года, да? Да. А потом будет видно потом, я так понимаю. Вот будет ли еще какой-то закон? Либо мы заставим депутатов прописать вот эти истории о том, что попавшие в вашу трудную ситуацию люди сохраняют право на приватизацию. Или не заставим. То есть по нынешнему законодательству, Наталья... У вас два года. Потому что сегодня происходит у вас, да, как Иван говорит, у вас два года. Если получите жилье, вы можете его приватизировать. А вот что касается в будущем, у меня, кстати, будет еще вопрос про будущее. У нас две минуты от программы. Наталья, спасибо. Что касается в будущем, собственно, ну какие будут законы, какие примут депутаты законы, так и будет эта ситуация разрешаться. Если всего две минуты, то я обязательно вмешаюсь. Потому что ко мне уже от бизнеса профессионалы, поскольку я делал законы в ипотеке, то много и с этой стороны профессионалов. Они говорят, что, Иван, нельзя так тотально прописывать вот этот переход на приватизацию дальнейшую. Я говорю, так вы тогда сядьте и напишите мне нормальные, хорошие поправки. Потому что сейчас, ну как бы по профессии, я сам всю эту работу сделать не успею. Значит, надо, чтобы юристы и заинтересованные от муниципалитетов люди быстро прописали эти поправки. А вопрос про будущее у меня вот какой. У нас уже даже не две минуты, чуть меньше. Ну все-таки, как раз из моего списочка вопрос. Все время спрашивали, вот хорошо, сейчас закончится приватизация, но допустим, она закончится 1 марта 2015 года. А потом что? Вот что будет потом? Например, можно ли будет выкупить эту квартиру, свою же, но уже за деньги? Если за деньги, то за какие? За рыночную стоимость? Вот эти вопросы как-то обсуждались или нет? Ведь, по сути, у нас вопрос о продлении на два года только недавно стал, а 1 марта уже практически на носу. Какое-то понимание было, а что будет потом? Мне кажется, что здесь такого профессионального обсуждения не было, в том числе, например, по тем же налогам. Когда рассказывают, что сейчас налог на недвижимость всем влепит, я им говорю, что так вы возьмите данные реальные, с какой точностью сегодня недвижимость в стране оценивается, и увидите уже по кадастрам, что там разбросы в соседних участках в 5-10 раз, то есть, что эта вещь профессионально чрезвычайно трудная. И, на мой взгляд, эти вещи надо вот сейчас садиться и профессионально обсуждать, в том числе и то, что вы спрашиваете, в том числе и, как бы, дифференцированную приватизацию на дальнейшие годы. Ну, потому что очень часто вопрос задают такой, ну, вот мы сегодня бесплатно не приватизировали, а если мы решим платно, ну, ведь мы знаем, что цена БТИ... Ну, надо исходить из того, что по рыночной стоимости будет. Вот надо исходить из того, что, ну, общая тенденция такая, но другое дело, что точность определения самой рыночной стоимости, она чрезвычайно низкая, да, особенно там, где сделок мало было. Иван, спасибо. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждали приватизацию жилья. В студии был эксперт Иван Грачев, депутат Государственной Думы, член фракции «Справедливая Россия».